Достоевский С этими словами Достоевского Так же, как и с тем, что красота спасет мир Согласен Что ты предъявишь? Люберцы, город в пригороде Москвы Думаю, что многие москвичи Да и люберчане не знают, где границы проходят Между Москвой и Люберцами Нет этой границы, все сегодня слилось, переплелось И я скажу откровенно Когда я начал работать 2006 год, и у меня была задача Чтобы человек, который выехал из Москвы Въехал в Люберцы Не замечал разницы За последние два года Построено 9 детских садов и 4 школы Очередность на сегодняшний день Для детей с 3 до 7 лет У нас отсутствует Мы каждому ребенку, который достиг этого возраста Предоставляем место в детском садике Очередь для детей, которые еще не достигли Возраста 3 лет у нас существует Большая? Больше 10 тысяч человек Но это совсем маленькие дети Мы для них также возводим детские сады Сколько лет потребуется городу, чтобы ликвидировать эту очередь? До 2020 года у нас такие планы В перспективе ввести еще 11 детских садов Я прошу всех задуматься С 3 до 7 лет очереди в детский сад нет Не существует такой проблемы Ну это замечательное достижение местной власти Вообще, конечно, существует федеральная накачка Чтобы позорные явления, как очереди в детские сады Были ликвидированы Но не везде так Совсем не везде И еще 4 года назад Эта очередь была астрономическая И это било больно по жителям По их занятости, по их доходам И вообще отравляло жизнь И это была проблема Потому что Люберцы Не захолустья, но дорог нету Газонов нету Тротуаров нету А Москва? Лужков был в те годы мэром Помогала Москва строить Люберцы? Ну нет, конечно Потому что Москва это другой субъект федерации Другой бюджет Нет Вот это я понять не могу Москва очень много строила Тамбов, Липецк, Рязань Ресин, стройкомплекс А близлежащие города, как Люберцы Там как-то присутствие Москвы В минувшие годы не сильно было заметно Это все-таки личное отношение Лужкова-Громова? Я думаю, что это имеет значение Личное отношение руководителя Да, конечно Они в разные отрезки времени менялись Достаточно существенно В конце правления Громова Совсем Очень плохую сторону Они изменились И это было связано, как говорили злые языки С размещением вдоль МКАДа По областную сторону Крупных гипермаркетов Подъездные пути К которым и развязки Для которых область делать не хотела И на город легла довольно серьезная нагрузка Связанная с транспортным обеспечением И так далее Плюс леса вырубались Лужков очень боялся за легкие города Да И то, что беспардонно, конечно В области зеленые пятна исчезали просто Это, конечно, тоже сильно огорчало всех Ключая руководство Москвы Жилет там очень много построено Это, кстати говоря, одна из тяжелых проблем Люберец То, что район перенаселен Но, с другой стороны, это как раз свидетельство того Что там жить удобно Много народа туда переселилось И с желанием едет Но пришел Воробьев, его команда И как просто оказывается Быть вместе Делить нечего Помогать друг другу Потому что, в самом деле, что Люберца, что Москва Или Долгопрудная Москва Там границу не увидишь Еще со времен Виктора Васильевича Гришина и Конотопа Василия Ивановича Который руководил Московской областью Все говорили, что Москва и область Это единый организм по существу Их нельзя разделять Это одно Инфраструктуры все связаны Люди, многие москвичи Живут в области И тогда жили А сейчас тем более живут Да, но сегодня Многие москвичи работают в области Потому что экология Лучше и метро пошло И то, что, как ни странно По развитию производства По развитию, в том числе Высокотехнологичного производства Область обогнала Москву Городскую часть этого региона Конечно, это тоже очевидно И тут спорить особенно не с чем И не для всех детей Этого возраста Есть необходимость Пойти в детский сад На учет встают все дети Которые приезжают в район А на самом деле Потребность несколько меньше Поэтому мы удовлетворим Потребность до 2020 года В полном объеме Это хорошее достижение Это орден на груди Руководства Мы понимаем, какой ценой Иной раз И деньги найти И построить детский сад Или ясли Из таких материалов Чтобы экологических проблем В ближайшие 100 лет не было Вообще понимаем Масштабы в России рождаемости Надеюсь, уже навсегда победила Как это было при советской власти Кстати говоря Даже в самые трудные годы Рождаемость победила смерть А в 90-е было наоборот Мы в 90-е по году Теряли миллион человек Детские, дошкольные И школьные учреждения Это одно из условий Как раз способствующих рождаемости А персонал, нянечки Есть проблемы? Нет, у нас вакансии В учреждениях образования отсутствуют Как в школах, так и в детских садах В полном объеме мы обеспечены Всем персоналом На начало нового учебного года Комплект полный Вообще я скажу, что Люберцы Мало напоминают Вот то, что было даже 10 лет тому назад Там с трудом можно разгадать Где находился тот или иной дом Я удивился Во-первых, дороги ровные, без дырок Для Люберцы это совершенно не свойственно Во-вторых, там много новых домов Ну и вообще город преобразился Люберцы режут две федеральные трассы Это Рязанское шоссе, которое ходит в Люберцы И проходит Лермонтовский и Октябрьский проспект И Новорязанское шоссе, Урал-5 Вот эти две трассы федеральные Они ведут потоки транспорта в Москву из Москвы Октябрьский проспект Это субъектовая трасса И мы взяли ее на обслуживание Привели в порядок и саму дорогу И тротуары, и газоны Где-то примерно более 150 километров Новые дороги Это дороги, которые сложились Но мы их привели в порядок Ежегодно до 35 километров дорог Ремонтируем капитальные ремонты Это не менее 75-80 миллионов рублей 35 километров дорог по году В среднем ремонт из 155 То есть обновляется каждый год И вот одна пятая часть Это стал традицией Да Деньги немало Еще мы Страна-то под санкциями до сих пор Да, для сельского хозяйства во многом это благо А для поступления денег в бюджет валюта Это проблема санкций И однажды, знаешь, оперировали в Москве посла Ирана в России Я с его женой сидел, пока операция шла долго, часов шесть Постоянно за шесть часов говорил Вот сейчас санкции с Ирана снимут Американцы вот сейчас санкции снимут Это тяжелая штука для бюджета Но это не мешает ремонтировать дороги Хоть особое искусство сегодня быть руководителем Конечно, это удивительно И, видишь, очевидно, руководителем не становятся радиации Я все чаще думаю так К сожалению, с дорогами плачевная ситуация в России В общем, конечно И это на протяжении всей русской цивилизации Ну и территория какая, да Но то, что в отдельных местах я много езжу по России Вдруг выезжаешь на шоссе Вполне отвечающее лучшим европейским нормам Причем иногда в самой глухомане Это не может не восхищать Который не ворует сам и не дает воровать грудь Почему мы всего это? Вот реальные достижения команды Прежде всего губернатора Андрея Воробьева Безусловно Но мы ничего об этом не знаем Не гордимся Как говорил замечательный наш ученый Сергей Аверинцев Истинно застенчиво Человек, который по-настоящему чем-то занимается Не будет себя пиарить Сергей Сергеевич Аверинцев имел в виду Предполагаю, я совсем другое Если в Москве Вот я лужковский человек Никогда этого не скрывал Но если в Москве Собянин и его команда Добились того, что воду можно пить из-под крана Я недавно закончил большую работу о Москве О трубах, о ЖКХ И предложил своим зрителям Набрать воду из-под крана Сдать на анализ в лабораторию И купить воду в Азбуке Вкуса Любой марки Тоже сдать на анализ Сравните Вода из-под крана не хуже А иногда был скандал Кишечную палочку нашли В бутылочке За огромные деньги Якобы чистой воды То, что ты рассказываешь, просто поразительно Никто не знает, что воду в Москве Можно пить из-под крана Более того, Мосводоканал Такую же воду привел в Люберцы Мы половину перевели на воду Мосводоканала Ее можно пить из-под крана Мы стараемся при этом не просто подключить московскую воду То есть Москва Мосводоканал потащил за собой и города Потащил В частности, мы уже завели московскую воду в поселок Тамилино И планируем дальше ее и в Малаховку, и в Красково Там, где московская вода, эту воду можно пить Из-под крана это я гарантирую Далеко не каждая столица мира может похвастать подобным Лучше вода в мире Еще пример привести Вот я у тебя спрошу Как в Париже реагируют газовщики французские на аварию? Конкретно газовщиками я не сталкивался В принципе, я знаю Бросается к месту аварии А как в Москве обстоит дело? Огромный стенд, где загорается, я сейчас примитивно говорю, лампочка в таком-то месте авария Газовым хозяйством города мы управляем с одного пульта центральным диспетчерским управлением У нас единая картинка Один пульт, и видно все, не дай бог, какая где авария Все абсолютно видно Утечка газа А в Париже обязательно бригада несется Бригада несется для того, чтобы применять какие-то меры Один пульт, один стенд на весь город Ты понимаешь, какая экономия А. Людские ресурсы Б. Время В. Время для ликвидации аварии Требуется 10-15 секунд Сразу блокируется поступление газа 5 систем надежности Пока в Париже едет скорая помощь газовая к месту И мы тоже ничего этого не знаем Мы лучшие в мире по этим технологиям Это все российские школы Да я часто тоже думаю об этом Почему-то так получается, что те, кого мы считаем оппозицией Правят за кулисный балл в средствах вашей информации Да они сами что-то не знают Это оппозиций Но они настроены на негатив И этот негатив расплывается так же, как было до революции Все эти места Достоевского А те, кто не настроен на негатив Не так тенденциозен, как либералы Вот Люберцы Вот жилье в Люберцах Вот полностью мы слышим Укомплектованы детские сады Персоналом, школой, ясли И я верен, что Люберцы не одни такие в России Врачи, медицина И для всех есть жилье Как правило, жилье строилось предприятиями Так сложилось В Люберцах не было ливневой канализации До 2006-го не было ливневок? Да, к сожалению Все-таки ливневка это затратная часть Поэтому все, что касается ливневки Шла дорога И все это на обочину с дороги Выливалось И как бы она была не нужна И понятно, мы начали строить бордюры А бордюров тоже не было? Не было, конечно Целина Октябрьский проспект пронизывает по центру города Люберцы Где-то будет не менее шести подземных переходов Мы уйдем от светофоров Полностью Мы завершим к августу месяцу Три ливневных канализации Люберцы по транспортной доступности Находятся на первом месте Среди городов Спутников Москвы Сегодня к Люберцам подошло Три станции метро И планируется В следующем году На севере Люберц Еще будет три станции метро Вот Люберцы, которые Граничит с Жулебино 110-120 рублей квадратный метр За 5 миллионов рублей Можно купить однокомнатную квартиру Весьма приличную Но если мы возьмем ту же квартиру Где-то на границе Люберцы уже 100 милино То уже квадратный метр стоит максимум 1080 Дешевле Дешевле А если мы возьмем поселок Октябрьский Там квадратный метр стоит 1060-1065 Люберцы очень активно развивается С точки зрения строительства жилья Последние годы В год где-то сдается в пределах 300-400 тысяч квадратных метров жилья У нас есть так называемый Микрорайон 7-8 Или Красная Горка Там построено с 2007 года Миллион 100 квадратных метров жилья Сегодня городской округ Люберцы Площадь этой территории С поселками 12,2 тысячи га Я для примера привожу Город Ступино Его площадь 10 тысяч га А весь Люберецкий городской округ В прошлом Люберецкий район 12,2 тысячи га Не намного больше Это предельно урбанизированный Очень плотно застроенный Со сложившейся инфраструктурой Поэтому сегодня жилье строится Ну понятно, что площадей для строительства жилья Скажем, годом становится меньше А людей в Люберцах сегодня? А людей сегодня в Люберцах Вот официально по переписи Было 306 тысяч Если добывать подземную воду И качественно ее подготавливать В частности и в Люберцах Мы три станции за последние пять лет Такие поставили Там мембранная технология Но это дорого Да, обратный осмос Вода получается изумительно вкусная С глубины 60 метров, конечно У нас даже побольше У нас от 75 до 90 метров Ну что дешевле? Мозводоканал его работ Или такие скважины? Дешевле, конечно же, когда вода своя Но достаточно большие деньги Нужно вкладывать в том Чтобы вот эти станции обустраивать Москва на более выгодных условиях Предлагает свою воду нам пользоваться ей Что такое Центр активного долголетия? Центр активного долголетия в Малаховке Это, наверное, самый современный объект В России, Восточной Европе Для долгосрочного ухода и реабилитации пожилых людей Там пять отделений И отделения ассистированного проживания Пять отделений, в которых постоянно проживают пожилые люди Которые не могут жить самостоятельно 140 человек От 70 возраст? Если бы Средний возраст от 85 То есть там находятся люди Со старческим слабоумием, деменцией Люди маломобильные или неподвижные И в чем уникальность именно вашего центра? Уникальность, первое, как он спроектирован Сам он построен с нуля Вокруг нуж такого рода пожилых людей С другой стороны В нем удобно работать Там есть, например, системы сигнализации Если человек встал с кровати Наступает на специальный коврик Идет сигнал медицинской сестре, что человек встал Для людей, которые склонны к падению У них на двери написано метко Что они могут упасть Поэтому каждый раз, когда они выходят Мы их должны сопровождать Это означает, что люди не только деньги на детские сады находят Как-то у них получается и на все остальное находить И на озеленение, и на чистоту, и на автобусы И на многое-многое другое Молодцы! Там нет ни одной ступеньки Там нет пандусов Потому что все здание выверено вровень с землей Для того, чтобы действительно была безбарьерная среда Сколько же стоило построить вот такой центр? Общий бюджет составил 900 миллионов рублей Там специальное оборудование Специальные кровати Специальные подъемники Реабилитационное оборудование А старики платят за себя? 20% мест предназначены для жителей Люберецкого района Вот по этой квоте Они будут платить только 3 части пенсии Вне зависимости от того, какая у них пенсия Вместе с ними будет идти оплата от Московской области То есть люди получат субсидии Коврик со специальным сигналом Проснулся старик, а там всем за 85 Нога на коврик опускается И коврик начинает подавать сигнал Что старик проснулся, встает, надо помочь Это эволюционные процессы, которые, слава богу, идут и в социальной помощи Программа губернатора Деньги старикам вот на эти дома Дотации Мы ничего этого не знаем, не видим Мы об этом не говорим Люди хорошие воспринимают как должное Но и действительно власти должны делать только хорошо Ну что ж, когда сделали такой центр, пока он единственный Лучше мы слышим в Западной Европе, как считают специалисты И где в Люберцах Конечно, сердцу становится легче, когда ты видишь, что в Московской области такое отношение к людям А самое главное, субсидии старикам от губернатора Воробьева, от правительства области Но бесспорно, что власть должна уметь грамотно рассказывать о своей работе Сама власти Конечно, конечно Во-первых, нам страшно повезло, что мы в Малаховке Потому что мы с момента, как архитектор взял карандаш до момента, когда мы открылись Прошло 25 месяцев Отношение к нам со стороны Люберецкого района и администрация было фантастическим То есть мы компания этическая, мы не можем никому ничего платить Вы на взятки намекаете, на откаты? Ни взяток, ни откатов, ничего Тем не менее, мы быстро построились Все барьеры, которые возникали, нам помогали их снимать И администрация была именно на цель на то, чтобы в Малаховке появился такой вот социальный объект Поэтому, конечно, мы сделали там И мы хотим это делать, и будем это делать, и в других частях Подмосковья И, собственно говоря, по всей стране Почему таких объектов нет? Для того мы предприниматели, чтобы создавать что-то новое У нас на сегодняшний день две крупные больницы С комплексом поликлиник И у нас есть еще объединенная детская больница с роддомом На сегодняшний день одна из лучших за свои слова отвечаю Как некий больничный комплекс, поликлинический комплекс Недостаток врачей чувствуется? Проблема врачей есть Но мы эти вопросы отрабатываем совместно с правительством Московской области Студенты после выпуска, распределенные в Люберце, охотно едут? Если мы говорим о врачах с периферии Но ты же квартиры не дашь сразу врачу молодому? Что мы делаем? С приходом Андрея Юрьевича Воробьева к губернаторам Ряд вопросов решаться начались более системно Это что касается и заработной платы Это правда, и заработная плата у медиков у нас растет Но мы решаем вопросы жилья Мы в год именно нашим медицинским работникам Даем квартир где-то в пределах 40-50 квартир нашим врачам То есть сколько же молодой врач, вот вчерашний аспирант или студент, ждет квартиру? Если врач... Работает хорошо Мы еще обращаем внимание на специалиста, на профессионализм И если врач профессионален, он пользуется авторитетом Мы эти вопросы решаем Иногда берем врача с периферии сразу Если это заведующий отделением, поликлиникой То мы жилье даем сразу Если молодой врач приходит после медицинского вуза То у нас есть определенная схема Мы в жилом доме, трехкомнатной квартире Предоставляем комнату молодому специалисту А дальше, если он хорошо работает Можно решать вопросы и жилья Средняя заработная плата учителя 52 тысячи А педагогического работника 47 тысяч В детских садах воспитатели также получают более 51 тысячи рублей Сегодня к нам идут на работу И люди идут с высшим профессиональным образованием педагогическим Это нас очень радует Город Люберцы был и продолжает быть территорией спорта В Люберцах на сегодняшний день культивируется порядка 53 видов спорта Лидирующую позицию занимает бокс, борьба Потому что за последние несколько лет каждый год открываются спортивные клубы А школа бокса уже сложилась? Именно школа? Школа бокса есть, да, есть свои традиции У нас работает активно федерация бокса У нас на протяжении многих лет проводится ежегодный турнир класса А То есть турнир международный? У нас активно развивается тяжелая атлетика На сегодняшний день у нас двое ребят входят в состав Всероссийской сборной по тяжелой атлетике Школа Олимпийского резерва по тяжелой атлетике Центральное отделение Московской области До 2020 года в соответствии с государственной программой, с нашей муниципальной Мы построим 13 школ Частично это средства бюджета За эти деньги будут построены 4 пристройки И они сегодня в государственной программе зафиксированы А остальные деньги инвесторов Если инвестор строит новый микрорайон Конечно же он должен обеспечить социальной инфраструктурой всех жителей У нас никогда не возникало проблем с инвесторами в этом плане Потому что они полностью осознают Если выстроился микрорайон, то соответственно должны быть школьные места То есть хочешь заработать на жилье, будь добр, еще и бесплатно для города Бесплатно построить школу Конечно, именно так, да Смертность снижается? У нас последние года три рождаемость превышает смертность Это очень важно А медицинская техника? Есть президентская программа модернизации здравоохранения Только на медицинское оборудование за последних года три Мы получили более 400 миллионов рублей Я помню, лет 7-8 назад у нас не было ни одного томографа Было несколько частных То есть сегодня мы томографами, МРТ, мы укомплектованы полностью У нас в каждой больнице есть в наличии Мы обновили полностью рентген оборудование, очень важно То есть это действительно 21 век или все равно отстаем? Я скажу, что касается оборудования, что касается ремонта наших поликлиник и больниц Мы за последние годы сделали существенный рывок И это не пустые слова, это можно проверить, это можно людей поспрашивать Реально последних 3-4 года такой интенсивный рывок Невозможно не видеть тех изменений, которые в городе происходят, к лучшему Конечно, об этом идет разговор Когда они говорят, что к 20-му году вопрос о детских садах будет решен раз и навсегда Это многого стоит У нас, например, есть городское поселение Октябрьский И в 90-е годы было очень сложное строительство там Возводились дома и не было социальной инфраструктуры И мы столкнулись с такой проблемой Ребенок 3-х и 5-ти лет не мог пойти в детский сад Потому что их просто не было Два стареньких детских сада И буквально за три последние года Благодаря правительству Московской области и главе городского округа Владимиру Петровичу Рожицкому Мы смогли войти в программу и выстроить еще два дополнительных детских сада Сегодня речь идет уже о строительстве пристройки к одной из школ Там же, в поселке Октябрьский Конечно же, это правильно Когда строится дом И к нему должна быть и обеспечена социальная инфраструктура Ну, во-первых, это программа губернатора В этом плане есть жесткий контроль Есть системный подход Есть определенная отчетность Поэтому мы находимся в таком жестком контроле Кстати, я могу сказать, что мы за последние годы Получали в деньгах оборудование Медучреждение больше всех в Московской области Это тоже факт В 90-е годы многие, как мы в Королеве Дети моих друзей Ребятишки ездили учиться в московские школы Потому что упадок был такой В школах Подмосковья И кадров не хватало Да, тяжелая дорога в Москву 37-минутные электрички в один конец из Королева Но пусть будет школа московская Сегодня этой необходимости нет Уровень практически как в Москве Мы представляем разную сеть учреждений образования У нас есть лицей, у нас есть гимназии У нас есть школы в Содаренном У нас оснащенность классов И оснащенность Компьютеры, интернеты Да, и компьютеры, и интернет Это все уже давно пришло и в Люберецкий городской округ Сегодня мы в полном объеме обеспечены всем необходимым А частные школы работают? Частные школы у нас работают три учреждения Тоже пользуются и спросом, интересуются Одна из них православная школа Тоже успешно существуют они Наравне с нашими муниципальными Все-таки я же раньше работал в промышленности Я 22 года отработал на заводе машиностроительном Из них больше 7 лет директором завода Поэтому в основе, учитывая то, что в России полгода зима Мы где-то в марте месяца писали планы подготовки к зиме следующего года Вот на сегодняшний день, работая в должности главы администрации Ты также пишешь на год вперед? В марте месяца готовим планы на следующий год Сколько труб обновили? Вот совсем новенькие положили, которые ну лет на сто В тепловых сетях мы обновили процентов 70 Новенькие? Да, это мы обновили, потому что в противном случае нельзя по-другому И что касается воды, где-то в пределах 50% мы трубы обновили Когда меня спрашивают, сколько нужно времени, чтобы обновить дороги новые построить, трубы обновить Я говорю, что я это сделаю за один год Потому что ресурс такой есть, за один год можно сделать Мы можем людей стянуть, технику подтянуть Малый и средний бизнес на сегодняшний день Что касается формирования бюджета, мы где-то процентов 57 От малого и среднего бизнеса Все остальное от заводов? Да Мы уходим в пятерку городов Московской области Где у нас самое большое количество предприятий малого и среднего бизнеса 14 тысяч таких предприятий Поэтому в этом плане все в развитии Субтитры создавал DimaTorzok